МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Смешно знакомить. Очень смешно. Светлана Самуиловна Фабрикан. Здравствуйте. Здравствуйте, Грин Викторович. Ныне председатель правозащитной организации Совет Одессы. Между прочим, замечательное название. Совет Одессы. И директор клинического санатория Лермонтовский Дмитрий Антипов. Добрый день. Добрый день. Вы уже все поняли. Санаторий Лермонтовский опять на экране. Итак, сериал о захвате клинического санатория Лермонтовский продолжается. Недавно состоялась шестая серия захвата, которая закончилась так же, слава Богу, как и предыдущие пять, тем, что захватчики литировались и ушли. Но! И вот тут но. Ваш выход, Светлана Самуиловна. Да, Игорь Николаевич, спасибо большое. Вот, с одной стороны, конечно же, мы с Дмитрием чувствуем здесь себя как дома и очень комфортно. И хочется улыбаться, и хочется смеяться над всей этой ситуацией. Но, к сожалению, то, что мы понимаем и что мы чувствуем, не дает нам такого права. Так, 29 июня, 8 утра. Простите. Да. Давайте посмотрим. Давайте, давайте. У нас есть документальные кадры. Потому что 29 июня утром было очень напряженным и очень неприятным. У входа в Лермонтовский санатарий. Прошу, сюжет. В 8 утра звук тревожной сирены и крики прохожих переполошили жители переулка Лермонтовский. Бумаги покажи, не мне. Средством вас информации. Отвечай за свои слова. В социальных сетях защитники санатория просят подкрепления и помощи у всех, кому не безразлична судьба главной здравницы Одессы. Это просто у народа отбирают. Все, что можно, отбирают у народа. Поэтому, слов нет, одни эмоции, честное слово. Приехали люди отдыхать, должны вот это видеть. Потому что вот такие парни не в АТО стоят, не нашу землю защищают, а стоят здесь, отбирают. У народа отбирают. В 9 утра у главных ворот Лермонтовского уже собрались сотрудники учреждения, отдыхающие, представители самообороны и Автомайдана. Все в один голос твердят, что отдавать здравницу в руки юстиции не намерены. У государства нет таких объектов, которыми можно похвастаться, да и успешная работа. И люди задовольны лекованием. Такого просто нет. Поэтому весь персонал считает, что правильно оставить на данный момент все так, как есть. А оставить все как есть, значит признать за акционерным обществом Укрпровздравница права собственности на санатории Лермонтовский. С чем представители исполнительной службы, да и новый, как он себя представил, исполняющий директор, не согласны. Возвращаем государственную собственность. Это первый санаторий на всей Украине, который вернули из частных рук в государственную собственность. Вернули людям. Также помимо того, что укрпровздравницы, в этот санаторий мы вернули здание, сооружение, которое находится в частной собственности. Как вы видите, вот задевался там отель Лермонтовский. Защитники санатория Лермонтовский считают, что в случае, если исполнительная служба все-таки выполнит решение суда, эту землю просто раздеребанят хватки и чиновники. А у народа не останется ничего. Представители юстиции, которые пришли сегодня исполнять свою работу, они руководствуются решением суда, которое уже давным-давно утратило свою силу. Потому что после этого санаторий Лермонтовский выиграл в апелляционном Одесском суде и есть решение, отменяющее право собственности за санаторием Министерства юстиции. Отметим, что санаторий находится на территории уникального природного парка, общая площадь которого 10 гектаров. И, по словам директора, сегодня здравница полностью себя окупает. Теперь Министерство юстиции хочет заняться самым главным. Захватом 10 гектаров земли возле моря. Шестой раз одесситы им говорят нет, но, тем не менее, их желание не может угомонить ни решение суда, которое оставило без рассмотрения их иск, ни воли одесситов, ни мнения горожан, ни отдыхающих, ни врачей. Когда идет преступление? Итак, вот то, что состоялось, и, наверное, вы хотели об этом не говорить. Да, конечно. Ну, уже все ясно. Шестая серия закончилась. Уже все ясно, это шестая серия, и я очень благодарна всем коллегам, Игорю Николаевичу, вам прежде всего, и многим другим, и телеканалам, и журналистам, которые приезжают и поддерживают, потому что как только появляются камеры, так сразу же все начинают вести себя по-другому. Но вот то, что мы видели сегодня, вот сейчас в сюжете, это уже чуть-чуть позже. Это уже немножко спокойнее. Видите, мы уже там объясняем, рассказываем про решение суда и так далее. А в 8 часов утра, когда в переулке Лермонтовске появилась стройная колонна товарищей в черном, в бронежилетах, с дубинками, без всяких опознавательных знаков, сопровождающих большую бригаду, состоящую из 30 человек исполнительной службы. А здесь стоим мы. Ты да я, да мы с тобой. Кто? Первый рабочий день после праздников. Людей никого нет. Коллектив, довольно пожилого возраста люди, Дима, я и еще там может быть пару человек. И мы понимаем, что вот сейчас, наверное, это и будет та самая амбразура Матросова, которую нужно будет защищать. И, конечно же, мы ринулись, и, конечно же, мы стали всех обзванивать, и, конечно же, мы стали всех просить приходить. Но минут 40, пока мы отвлекали внимание на себя, товарищей из исполнительной службы, конечно, было очень напряженно, пока все вышли из корпусов, пока появились ребята-атошники. Ну, то есть никто не был к этому готов. Очень неприятно. И самое главное, Игорь Николаевич, вот просто я хочу, чтобы вы обратили на это внимание и обратили внимание правоохранители. С исполнительной службой, с людьми, которые отвечают за исполнение закона, за исполнение судебных решений, приходит 20 человек без опознавательных знаков, с холодным оружием, в форме, с бронежилетами и так далее. И до тех пор, пока не появляются камеры, они все время находятся там. Они стоят и пытаются войти, открыть двери запертого санатория. Они рассказывают мне, что они общественники, они рассказывают о том, что они пришли сюда за идею и так далее. И как только появляются камеры, они получают команду ретироваться назад в автобус, снять с себя все облачение. И когда нормальные люди, понимающие, что это нарушение, что в мирном городе появляются неизвестно, какие люди с оружием, мы задаем вопрос и милиции, а милиция, соответственно, исполнительная служба, исполнительная служба говорит, мы не знаем, кто это и откуда они взялись. У меня вопрос возникает. Как они здесь появились. У меня сразу возникает вопрос. В этом сюжете, который мы только что видели, вы сказали о том, что решения суда в апелляционном суде были отменены. Какая исполнительная служба решение какого суда исполняет? Да, очень хороший вопрос, потому что именно этот вопрос я лично и адвокаты, и те люди, которые были, задавали руководителю этой группы исполнительной службы, который, кстати, был киевлянин. Первый раз на захват приехала киевская бригада. Большая часть исполнителей были одесские, но руководство было киевское. В том числе с киевскими номерами был автобус, который привез этих людей в черном. Я задавала ему вопрос, какое же решение суда вы исполняете, если есть решение апелляционного суда, отменяющее право собственности за Министерством юстиции. Мне руководитель группы исполнителей сказал, что он об этом не знает. Он не знает, что есть такое решение, а решение уже полгода. Он говорит, мы исполняем только то, что к нам приходит. Вот у нас есть зарегистрированное решение, и у нас есть команда его исполнить. Я говорю, то есть у вас избирательное все-таки право. Вы исполняете только то, что вам говорят, или те решения полгода. Не может же быть такого, чтобы за полгода в исполнительной службе не появилась регистрация другого решения. Возможно. Почему нет? Вполне возможно. Я в это верю. Более того, я верю в то, что эта исполнительная служба, наверное, должна была проверить. Слова, да. Совершенно. То решение, которое они выполняют. Просто запросить у своего же министерства, а другого решения не было после этого. И тогда не попадать в ситуацию, когда она выглядит бандитами, а не исполнительной службы. Было сказано, Дима, было сказано о том, что этим директором, исполняющим обязанностей, я так понимаю, что это клон, да? Да, мне сейчас в юстиции создала фирму Кло. С идентичным названием. С таким же названием. Только не клинический санаторий. Просто санаторий Лерманский. И назначила туда двух работников, двух юристов. Это слава. Я думаю, что имеет смысл создать и третий, и четвертый. И тогда все... Ласковый май будет гастролировать по стране. Санаторий Лерманский будет знать везде. И как знает, но в принципе, по большому счету, в каждом городе можно создать санаторий Лерманский. Но было сказано о том, что вернули государственную, народу, государственную собственность. А что, не было государственной собственности? Тут идет разговор, идет манипуляция общественным мнением. Есть документы, в которых говорится. Ну, в нашей стране, для того, чтобы оправдать любые действия, разговор всегда заканчивает тем, что мы возвращаем это народу. Народу, да. Мы народу помогаем. Мы за народ. Народ с нами. Мы с народом. Правда, при этом, при всем, зачастую, 99% из 100, это заканчивается тем, что народ не очень знает, о чем идет речь. Более того, он вообще ничего не получает, потому что получает те люди, которые прикрывают этим высоким званием. Но звучит красиво. На данный момент санаторий Лерманский принадлежит профсоюзу. То есть, если говорить юридическую сторону, всем людям, которые работают в Украине, все, которые являются членами профсоюза. Это общественная собственность. То есть, более народной собственности сложно себе представить. Это уж точно. Те санатории, которые они уже спасли профсоюзные, это санатория Россия, санатория Украина, санатория Чувырина. Можно поднять. А можно перечислять. Они возвращены государству уже, были возвращены. А потом оба опять продались. Все действительно знают, что там либо стоят высотки, либо развалины. Если господа из Министерства юстиции хотят их спасти, то Светлана Смолова недавно была в санатории Чувырина. Там еще есть вопроса. Да, мы поехали, посмотрели, да. Приезжайте, вкладывайте туда деньги. Спасайте. Нанимайте новых врачей, привозите немецкое оборудование и сделайте лучше санаторий. Покажите, что умеет создавать. К сожалению, ничего чиновники, особенно последние малы, ничего создать не могут. Они могут только разрушать. Хорошо. Мы пришли к самому печальному вводу. Что, шестая серия закончена, и мы ждем седьмую. Но ждем. Безусловно. Мы ждем седьмую, мы ждем восьмую. Мы просто так ждем. Сегодня есть решение суда, насколько я слышал. Да, да, вот я как раз хотела сказать. Очередного суда. Да, да. Мы не просто так ждем. Мы, конечно же, все вместе пытаемся защищаться, продолжая верить, что все-таки закон в нашей стране должен быть. В апреле месяце санаторий Лермонтовский выиграл суд, первую инстанцию хозяйственного суда за движимое имущество, на которое в том числе претендовало Министерство юстиции. Ну, вы знаете, такая смешная ситуация, как обычно там у нас это бывает. Мы хоть говорим, что это наше, но в суде ответить на вопрос, что именно ваше, на что именно вы претендуете, мы не можем. Но мы точно знаем, что это наше. Вот примерно, конечно, банально, но примерно вот такая позиция была у Министерства юстиции. И, к счастью, первую инстанцию одесские судьи отказали Министерство юстиции в этих их требованиях, и все осталось за санаторием. Министерство юстиции не имется, они подают в апелляцию. И вот сегодня было рассмотрение в апелляционном хозяйственном суде коллегии судей, которые снова рассматривали, так все-таки клизма 60-го года производства, она все-таки принадлежит санаторию Лермонтовске, на которую он претендует, потому что они претендуют на все, что было передано в 60-м году, в 1960-м году. В том числе и на старые вот эти замечательные, как они называются, тренажеры, которые до сих пор работают. Ну, то есть там были перечислены такие вещи, они не знают, что это такое, что это из себя представляет, что это за прибор, для чего он нужен. Но они претендуют, в итоге на самом деле все оказалось разговорами, и я искренне благодарна коллегии судей одесских сегодня, которые, несмотря на то, что они находятся в юрисдикции Министерства юстиции, и у нас, к сожалению, продолжается телефонное право и давление, они берут на себя смелость принять решение, не такое, которое от них требует. Ну, прямо скажем, что вот как раз реформа суда в действии, прямо скажем. Хорошо. Вопрос, который я никогда не... На ответ я не слышал никогда. Скажите, пожалуйста. Я понимаю, что Министерство юстиции вот уже достаточно долгое время борется за Санаторием Леонидовским. Почему я, народ, доверил Министерству юстиции бороться за мои интересы? Я не могу... С профсоюзами, которые тоже принадлежат мне. Отвечу словами Министерства юстиции. Да. Сотрудники Санатория Леонидовского вас всех обманывают. Они... Министерство юстиции говорит правду, а все остальные обманывают. То есть все в Одессе дураки, кроме Министерства юстиции. Почему Министерство юстиции претендует на Санаторий Леонидовского? Ответ прозаичен. Только Министерство юстиции контролирует суды, только Министерство юстиции контролирует исполнительную службу, и только Министерство юстиции контролирует записи в реестре прав собственности. Манипулируемы тремя рычагами... Я по другому вопросу. Я хочу знать. Я Министерство сельского хозяйства. Я тоже хочу это санаторие. Совершенно верно. Почему Министерство юстиции? Я могу. Почему не более логично было бы Министерство здравоохранения? Важно. Я хочу... Министерство тяжелое промышленности в свое время у нас было. Я хочу иметь санаторий. Это действительно для моих работников тяжелая промышленность, которая в огне и в тяжелой работе. Мучаются, а потом должны восстанавливаться. Почему я не могу претендовать на это? Вот понравился мне санаторий. Почему юстиция? У вас меньше рычагов. Действительно, тут отчасти можно с Димой согласиться, чем у Министерства юстиции. Да плюс ко всему, когда принималось это решение, пожалуй, наверное, это было единственное в стране. Я во всяком случае не знаю. Может быть, уже еще что-то есть. У КПС что, согласилась? Нет, конечно. Ее никто не спрашивал. Игорь Николаевич, и вас никто не спрашивал, как представителя того самого народа. Да, и меня никто не спрашивал, никто никого не спрашивал. Прецедент, знаете, в чем заключается? В том, что признать право собственности за Министерство юстиции, передать Министерство юстиции, это было решение Кабинета министров. То есть директивой, решением Кабинета министров была принята смена собственника. Такого вообще никогда не было. Никогда не может. Это происходит правильно, это происходит в судах, ну как угодно, но никаким образом не распоряжением Кабинета министров. А в данной ситуации с Лермонтовским это произошло именно так. Поэтому это вообще за гранью, и тем более, что это решение исполняет Министерство. Сегодня ясно, совершенно, вот в этой передаче мы выяснили, что Лермонтовский это своеобразное межгорье, которое тоже принадлежало Иванову Петрову, уже не принадлежало Януковичу, да? Нет, конечно. Она принадлежала какой-то фирме даже. Фирма называлась там Клюеви-Сын, предположим. Да, что-то там было. Да? Она ничего общего не имела с нашим бывшим президентом. Все эти золотые батоны, все эти пеньки, ничего общего. Он арендовал это вообще-то не его. Он мог смело об этом говорить. Поэтому это ситуация, которая явно совершенно сводится к тому, чтобы понятно отобрать этот санаторий, а затем решать вопрос с его будущей судьбой с точки зрения коммерческой, понятно. 10 гектаров земли, замечательной, действительно. Парковой, над морем. Но ведь вы понимаете, что мы не убережем при бесконечном наступлении, взятии, и оборона всегда, когда это заканчивается. Да, и силы заканчиваются. Заканчиваются патроны, заканчивается питание, заканчивается вода, и все защитники выходят. На осадном положении быть долго очень сложно. Я с вами абсолютно согласна. Знаете, Игорь Николаевич, вот у меня одна... Наверное, даже, может быть, кто-то сейчас со мной не согласится, кто-то скажет, вот она там опять в чем-то своем. Вы знаете, вот я себя 29-го утром тогда словила на мысли, что возле санатория собрались люди, уже когда начали собираться и съезжаться, которые, ну, буквально, наверное, за час до этого, если бы им кто-то сказал, что не санаторий, в жизни бы рядом не встали. Я никогда не встала бы там с теми людьми, которые сегодня в форме, и с которыми я совершенно могу не совпадать во взглядах. Лермонтовский в Одессе сегодня становится центром объединения людей с совершенно разными взглядами, с разными совершенно там политическими и неполитическими, и военными, и невоенными взглядами. Он может стать объединением всех одесситов. И вот это единственное, пока ничего другого, это единственное, что сегодня дает надежду, что туда никто не зайдет. Потому что когда рядом стоят, как говорят сегодня, ватник и укроп, и им сейчас все равно, и они не делят у кого какого цвета глаза, нос, или там что у него на рубашке, а они оба стоят хором. Я была свидетелем, потому что я сама там находилась. Когда они оба кричат Минюсту, говорят, я здесь лягу трупом, но ты туда не пройдешь. Причем говорят на одном языке, и друг друга понимают. И понимаете, вот это, это, конечно, то, что ни за какие деньги и никакими бумагами и распоряжениями не купишь. Поэтому, ну опять-таки, все равно, конечно, это эмоции. Все равно люди будут заняты, все равно люди будут работать, и это не дает нам право говорить, ну все, раз мы все объединились, то мы железно захороним Лермонтовский. Нам будет всем сложно. Поэтому мы очень хотим и просим и подсказки, и помощи, и плеча в том, чтобы изменить повестку дня Министерства юстиции. Пусть они нас слышат. Мы устали и не будем, и считаем, что неправильно. Мы неведомые, мы одесситы, и мы не будем вестись на ту повестку, которую вы навязываете одесситам. Вот приходите, защищайтесь, пока не устанете, как прививка. А мы будем приезжать время от времени. А мы будем приезжать, приезжать, пока вы не устанете и вообще не перестанете приходить. Это примерно как история с ограблением, знаете, это подлинная история, с ограблением Армянского банка в Армении. Да. Когда стучали по крыше, и все время приезжала машина охраны, и проверяла, и проверяла, и каждый раз ничего. А потом уже, когда в выходные действительно начали стучать, никто не поехал, потому что понимали, что это в очередной раз что-то такое. И вынесли все деньги. Вот у меня такое впечатление, что Минюст именно этого добивается, прививая нам то, что они вот приходят, уходят. Нет, они уже не просто так приходят, они уже приходят в сопровождении, значит, они готовы применять какие-то более жесткие силовые методы. Ну, а мы, я не буду вам, уважаемые представители Министерства юстиции, которые, может быть, сейчас ваши сторонники это передадут, мы, конечно, вам сейчас не расскажем, что мы будем делать и как мы будем готовиться. Но, поверьте мне, вам будет тесно. И это точно. Потому что одесситы – это все-таки особый народ. Ну что, пожалуй, время, да, закончилось. Я должен сказать, что заключение – это хорошо вообще. Должен сказать, что вы – это вообще хорошо. Потому что вот защита чего-то очень благородного, очень такого чистого – это сейчас редкость. По большому счету, простите меня. Защита Одессы, она и защита Лермонтовского, она как-то вот созвучна. Лермонтовский, мне кажется, Одесса должна не просто защищать, она должна наступать. Она должна наступать. Поэтому то, что вы там создаете, наверное, дежурства какие-то, да, то, что вы создаете, потому что, ну, 8 часов утра – это сегодня 8, там, вчера 8, завтра будет 6. Совершенно верно, я выяснила, с 6 до 10 вечера, возможно, исполнение решений. После 10 тоже возможно, как выяснилось. Суд иногда у нас принимал решение в 4 часа утра, зачастую. Вот, поэтому это принципиально важно для нашего города. И я не знаю, что вам посоветовать, и себе посоветовать в этом плане. Мне, конечно, хочется прийти и сказать, ребята, вот эти черных, да, сказать, идите отсюда, и продолжить уже теми словами, которые нельзя произнести. Которые нельзя произнести в усиле, да. Ну, которые не понимают, мгновенно надо им отдать должен. Вот, но я думаю, что это тоже не метод, это тоже одноразово, это очередная серия, 15-ая это будет, или 7-ая, или 8-ая. Нужно создавать, судя по всему, ситуацию, при которой действительно Министерство юстиции, я скажу сейчас фразу, которая очень страшная, но она, к сожалению, работает в нашей стране. Для того, чтобы прекратить безобразие, нужно, чтобы тебя боялись. Только страх может позволить решить эту проблему. Страх, будет это Министерство юстиции, будет это исполняющие обязанности фейкового санатория Лермонтовский, будет ли кто-то другой, но они должны бояться. Бояться подойти, подступиться какой-то, и принимать те, как бы, действия, которые вот уже, сколько времени это длится? Уже год, наверное. Больше. Полтора года происходит в самым красивом, самым милом и дорогом для сердца любого одессита уголочке нашего города. Правда, уголочек действительно очень аппетитен. Поэтому аппетиты не просто растут, они не прекращаются. Увы. Увы. Будем помогать, чем сможем. Но опять же, надо бояться. Как ни странно, нас должны бояться. И давайте попробуем сделать так, чтобы боялись. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. И спасибо всем, кто приходит. Игорь Негода.